А вот чего ждать Украине от нового госсекретаря США Майкла Помпео? Мы задали этот вопрос двум украинцам, которые хорошо понимают, как работают и дипломатия, и американская система. Еще один важный вопрос. Продолжит ли свою работу Курт Волкер? Все-таки он был назначен спецпредставителем США по Украине, как раз прежним госсекретарем Тилерсоном. Давайте послушаем, что нам ответил на эти вопросы Константин Елисеев, замглавы администрации президента Украины и неофициальный куратор внешней политики нашего государства. Ну, по-перше, с данным на сегодня была лише номинация кандидатуры Помпео на посаду державного секретаря США. Мы ожидаем, что Конгресс где-то в квитне будет рассматривать ее кандидатуру. Но для нас очень важно, что это последовательная и тверда поддержка всей американской администрации, позиции Украины в важных вопросах восстановления суверендиот и территориальной ценности. И плюс, эта поддержка посильная поддержка с боку Конгресса Соединенных Штатов. Поэтому, я думаю, что новый держсекретарь после подтверждения будет продолжать эту политику. Мы приветствуем очень эффективную, профессиональную и широкоформатную деятельность Курта Волкера. Очень важно, что он используется повагой и доверой с боку Белого дома и особенно президента Соединенных Штатов. Я особо был присутствием на переговорах президента Порошенко с президентом Трампом, на которых также был присутствием и Курт Волкер, который безусловно от президента Трампа получил предложение и в контексте принесения мира на Донбасс, и в контексте инициативы развертания миротворчей операции ООН на Донбассе. Поэтому мы будем продолжать сотрудничать с Куртом, и у нас с ними продолжаются развиваться активные конструктивные контакты. А вот ответ от Валентина Наливайченко, украинского политика, у которого отличные связи в Вашингтоне, и который сейчас как раз находится в Соединенных Штатах. Итак, чего ждать от Майка Помпео? Ну, я как раз был, когда был заменен государственный секретарь президентом Трампом, мы встречались с людьми, которые как раз формовали для нового государственного секретаря первые питания порядка денного. И доброе, что мы остановились в этот момент в Вашингтоне, потому что вы слышали, и главное, что весь свет и Украина слышали первые заявы уже нового государственного секретаря и посла США в ООН, тут в Нью-Йорке. Эти заявы являются очень важными щодо санкций против окраинных агрессоров России. Позиция нового секретаря, он на самом деле является ястробом в команде президента Трампа. Есть такая, чтобы расширить санкции и продолжить, а главное, расширить и новый государственный секретар, и люди, которые ругают внешнею политикой в Конгрессе США. Это именно те люди, с которыми нам, в Украине, нужно работать.